Если в первую весеннюю волну пандемии ковидную ситуацию увеличивали в основном вахтовики, работающие на месторождениях в округе, то осенью в списках заболевших COVID-19 становится все больше жителей города Наринмара и поселка Искателей. Этот день не стал исключением. В Нинницком округе за минувшие сутки выявлено еще 7 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие – жители окружной столицы и поселка Искателей. Выздоровел один человек. Таким образом, на сегодняшний день в регионе 118 носителей коронавируса. С подтвержденными результатами ПЦР-исследований. У 20 из них болезнь протекает бессимптомно. 17 человек с наиболее тяжелым течением болезни находятся в стационаре Нинницкой окружной больницы. 101 пациент получает лечение амбулаторно. Бесплатные лекарственные средства теперь доступны и им. Нинницкому округу из федерального бюджета выделен 1 миллион 700 тысяч рублей на обеспечение амбулаторных больных с диагнозом COVID-19 бесплатными лекарственными средствами. Особое беспокойство окружных властей вызывает возможное ухудшение эпидемиологической ситуации. Пока она спокойная, непосредственно в тундре, среди оленеводов и в семейнородовых общинах. Они совершенно не защищены от этого. И, естественно, оказывать помощь в тундре гораздо сложнее, прямо скажем, невозможно оказывать. Поэтому эпидобстановка в тундре взята под самый пристальный контроль. Ситуацию мониторит практически в ручном режиме. И еще немного о статистике. С начала пандемии в Нинницком округе проведено около 13 тысяч ПЦР-исследований. За прошедшие сутки 289. На самоизоляции, на дому и в обсерваторе находятся 653 человека. Сняты с контроля за прошедшие сутки более 70. Напомню, для прибывающих в округ действуют ограничительные меры. По прибытии в Наринмар необходимо предоставить справку об отсутствии заболевания. Либо провести две недели дома за свой счет на самоизоляции. В округе также действует масочный режим. В общественных местах и на транспорте. Жителям региона рекомендуют ограничить контакты до минимума. И перевести там, где это возможно, на дистанционную работу до 30% сотрудников организации. Практически все совещания и рабочие встречи в администрации округа переведены в режим видеоконференц-связи. Однако это не значит, что представители власти должны устраниться от решения личных проблем жителей округа. Какая бы ситуация ни была с ковидом, очень важно вести личный прием. Сохранять эти коммуникации с жителями. У них столько всяких проблем, столько всего наболело, что, ну, понятно, мы видим это, считываем в социальных сетях. Но без личного общения, без личного приема многие вещи просто до нас не доходят. Поэтому сам веду личный прием и вам всем поручаю вести личный прием. График личных приемов в ближайшее время будет опубликован на информационных ресурсах администрации Ненецкого округа. Иван Никонов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова